Юные, красивые, веселые. Они купаются в лучах заслуженной славы. Все поздравления сегодня в их адрес. Позади последний звонок и напряженная пора экзаменов. Они шли к этому дню 11 лет. Цель достигнута. Они лучшие. Победители всевозможных олимпиад, творческих конкурсов и спортивных состязаний. А сегодня они еще и медалисты. Вчера в районном Доме культуры поздравили выпускников-медалистов. В этом учебном году школу закончили всего 270 выпускников. Весомый медальный урожай в этом году – золото у 13 и у 17 серебро. В начале торжества все медалисты прошли в актовый зал по звездной дорожке. От имени главы администрации района Рустама Хайрулина выступил заместитель главы Минзаля Баймузина. Разрешите мне от имени главы администрации муниципального района Хайблинский район Рустама Равдатовича Хайрулина приветствую вас на важном и радостном событии вашей жизни. Вручение медалей за отличную учебу и прилежное поведение. В нашем районе стала доброй традицией честность выпускников, которые окончили школу золотой и серебряной медалью. И сейчас в этом зале присутствуют выпускники, которыми по праву могут гордиться школа, родители, родственники и коллеги. Сегодня вы получаете достойную награду за ваши усилия и старания добросовестное отношение к учебе. 11 лет вы терпеливо и с желанием осваивали ступень за ступенью страну знаний. И вот самый волнительный момент. Вручение медали один за другим выпускники «Гордость и надежда района» получили из рук заместителя главы администрации района Мунидзали Баймурзиной свои награды. Каждый выпускник, отличившийся в учебе, помимо медали получил премию главы администрации района Рустама Хайрулина и благодарственное письмо. Кроме этого, от компании «Алмаз Холдинг» золотным медалистам были вручены ценные подарки. В честовании медалистов приняли участие педагоги школы. Много добрых слов и поздравлений адресовали собравшимся директор Датурзиакской школы Риф Баймурзин. Позади 11 лет учебы в школе, выпускные экзамены. За эти 11 лет наши медалисты показали себя с лучшей стороны. Они сегодня самые лучшие из лучших выпускников. Среди них мы видим участников районных олимпиад, участников республиканских олимпиад. Среди них есть танцоры, пивцы, музыканты, спортсмены. Я хочу пожелать, чтобы они всегда оставались такими активными, целеустремленными, всегда занимали активную жизненную позицию. Также прозвучали поздравления учителей и родителей. Бал медалистов украсил концертные программы, подготовленные самими медалистами. Больше никогда не учить школьный урок. В прошлое вернуться нельзя. Стали нам теперь как друзья. Строгие когда-то для нас учителя. В этот день на небосклоне сожлись еще 30 новых звездочек. И каждый из них хорошо знает, какова цена одержанной победы. Это, прежде всего, каждодневный кропотливый труд. Горы перечитаны дополнительной литературой. Это переживания не только родителей, но и учителей. Поэтому в выступлениях выпускников медалистов звучали слова искренней благодарности. Я училась в Бурюбаевской школе. Иногда трудно, но очень грустно расставаться со школой. Но я думаю, что впереди меня ждет много интересного. Я надеюсь, что я поступлю в любимый вуз. И в дальнейшем меня ждет успехи. Я училась в Бурюбаевской школе. Я училась в Бурюбаевской школе. Закончила школу на золото, на отлично. Очень рада этому, благодарна своим, в первую очередь, родителям. То, что они меня заставляли учиться, помогали во всем, когда были трудности. Своим учителям тоже благодарна, что вклад в меня вложили такой большой. Блестящие результаты медалистов – это большая гордость не только для них самих, их родителей, учителей, но и района в целом. Сегодня наша дочь заканчивает 11 классов. Мы долго ждали этот день. Наконец он настал. Мы рады, что наша дочь окончила школу с серебряной медалью. Конечно же, это большая заслуга и учителей в той школе, где она училась, и, наверное, нас, родителей. Мы надеемся и думаем, что все ее мечты сбудутся. Я хотел бы поздравить всех учеников с выпуском. Дай им то, что они заслужили за свою учебную роль. И я хотел бы поблагодарить всех учителей, которые в столь тяжелое время для нас, военные действия учеников, отучились медалисткой. И благодарен всем учителям района и администрации района. Поступить в высшее учебное заведение – это следующая высота, которую нужно покорить. Многие с выбором профессии уже определились. Но о вступительных испытаниях они подумают завтра, не сегодня. Сегодня у них праздник – выпускной бал. И они – главные виновники этого торжества. Музыка. 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 Сданы последние экзамены, прозвенел последний звонок. Ребята прощаются со школой, учителями, ну и, конечно же, с беззаботным детством. А их первым шагом во взрослую жизнь становится выпускной бал. И этот шаг нужно сделать уверенно. Закончены последние приготовления к празднику. Одиннадцатиклассники, их родители и учителя с трепетом ждут начала праздничного концерта. Ребят совсем не узнать. Вчерашние девчонки и мальчишки преобразовались в прелестных девушек и галантных юношей. Буребаевская школа в этом году окончили 21 выпускников. Из них 5 медалистов. Мне охота уходить со школы, мне охота остаться в ней. Я не готова в дальнейшем идти учиться в институте, в универе. Мне очень жалко. Я привыкла за эти два года в этой школе, в нашей новой, прекрасной. Но пусть мы в этой школе два года учились. Все равно как-то жалко, что столько всего воспоминаний добрых, хороших. Это грустно, что мы уже вообще с тобой больше не вернемся. Потому что весь класс, все друзья. Вместе же точно мы никуда не попадем. В будущем хочу, наверное, стать либо медиком, либо химиком, биологом. Поступить в Оренбург. Вот и начался выпускной бал. Звучат напутственные слова и пожелания учителей. Торжественное вручение аттестатов директором Буребаевской школы Альбертом Бускуновым. Далее с поздравлениями выступил гость праздника глава Буребаевского сельского поселения Валей Ильбаков. Хочу поздравить вас с окончанием школы, с успешным завершением государственных экзаменов. А также выразить надежду, что многие из вас после окончания учебных заведений, кто-то после окончания службы вооруженных сил, вернутся в родное село и продолжить все славные традиции своих родителей, ведомых, бабушек наших. И будете работать на благо нашего сельского поселения и на благо нашего военного. В этот день в выступлениях выпускников прозвучали слова благодарности в адрес учителей, родителей. И для каждого одиннадцатиклассника этот день прощальный. Они расстаются со школьными годами и с дорогими преподавателями, которые самоотверженно учили и воспитывали их. Учителя прощаются со своими ребятами, которые дарили им много задорного смеха и душевного тепла. У меня по счету выпуск второй, так как я много лет работала завучем. И хочу сказать, что дети этого выпуска отличаются подготовленностью, с прочными знаниями, усердием в учебе, ответственностью. Поэтому мне было с ними легко работать. И сегодня, провожая их из стен школы, я испытываю одновременное чувство радости. Казалось бы, этот вечер – праздник выпускников. Но только лишь принимать поздравления и дарить всем счастливые улыбки они не собирались. Большую часть торжественной части одиннадцатиклассники читали стихи, пели песни, танцевали, высказывали слова благодарности учителям и родителям. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Теперь выпускников смело можно назвать взрослыми самостоятельными людьми. Хотя, конечно, они не повзрослеют за один вечер. Но первый шаг уже успешно пройден. А воспоминания о выпускном на протяжении всей оставшейся жизни будут греть их сердца теплой ностальгии о школьных днях. Гузель Нарбутин, Гульнасик Шигулов, Зофар Алибаев, Ильнар Крымгожин, Служба новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова